приветствую дорогие друзья и начну я сегодня с того что мы недавно с моей супругой смотрели фильм называется искупленный там был такой сюжет в общем один мужчина бизнесмен верующий они со своей супругой решили обновиться в отношениях в завете перед господом но накануне всех этих событий пришла труд в общем бизнес семью все стало рушиться сделки стали срываться на работе у него появилась какая-то женщина на которой он стал смотреть засматриваться и скушаться в общем он стал всех обманывать жену детей сотрудников и все вокруг рушилось жена конечно глядя на него она понимала что что-то происходит не то она молилась за него и пришел такой период когда он сам осознал что все он все теряет и он пришел к богу сел перед ним стал молиться знаете что мне понравилось он когда молился он сказал такие слова господи помоги мне быть таким каким ты хочешь видеть меня я задал такой вопрос себе думаю каким бог хочет видеть меня каким бог хочет видеть нас хочет ли бог видеть на сегодня успешным ну конечно хочет есть на то воля божья хочет ли бог видеть нас в проблеме я думаю что нет потому что нет на то воля божья бог хочет чтобы у нас все было ну в порядке в отношениях в работе в служении но больше всего я думаю что бог хочет чтобы мы были искренними перед ним перед людьми чтобы мы были настоящими чтобы мы не лукавили и и знаете что павел пишет это второе послание коринфянам и начну с седьмого стиха а как вы изобилуете всем веру и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашу к нам так и забилуете и сея добродетели говорю это не в виде повеления но усердием других испытываю искренность и вашей любви я посмотрел что в современном переводе говорится здесь написано в современном переводе у вас всего в избытке веры красноречия знания усердия нашей любви а раз так то и в этом деле вы будете щедры это не приказ рассказываю вам об усердии других я испытываю подлинность вашей веры я вижу что здесь павел он говорит у вас есть все но больше всего я хочу видеть искренность чтобы вы это делали по-настоящему с любовью и он подчеркивает это и знаете мне бы хотелось чтобы мы обратили сегодня внимание как вот я сегодня служу людям если допустим сегодня подходит ко мне человек и просит меня помолиться за него либо это делаю помолился и лишь бы еще иди занимайся своими делами или я действительно хочу помолиться ну помочь ему вникнуть в его проблему и вот хотелось бы чтобы мы были такими людьми искренними и настоящий если мы помогаем и служим человеку чтобы мы делали это по-настоящему неформально если мы сегодня служим у нас есть какое-то служение чтобы тоже делали это искренне неформально а по-настоящему поэтому дорогие друзья пусть бог благословит каждого из нас и давайте будем искренними настоящими друг перед другом перед господом он это ценит ему это нравится когда мы искренними настоящие нами